Возраст В разных районах, во-первых, на Мальте, Европы, на Мальте, в Испании, на Сицилии, в Италии, и отдельные следы, как и в Болгарии. Возраст всех этих следов достаточно хорошо документирован, они находятся в подавляющей части, в отложениях среднего-позднего миоцена от 15-9, ну от 16 миллионов до 6 миллионов лет. Отдельные следы на Сицилии, на острове Виньяна, имеют возраст от 2,5 до 1 миллиона лет, и на Мальте мы находили следы, в отложениях возраст которых от 28 до 25 миллионов лет. Вот как выглядят вот эти следы. Я сейчас раньше их просто пропускал, а сейчас, ну можно сказать, стал уже специалист, и выделять эти следы, поскольку мы исследовали очень долго колеи, и очень часто эти следы тяготеют к колеям. К колеям, где ездили парные колеи от автомобилей каких-то, автотранспортных средств того далекого периода оставлены, и это вот характерно, вот достаточно хорошо почти везде видны отпечатки каблука, подошвы. Разные обувь есть и женская, и мужская, и детская. Примерно 36-й, 44-й размер в основном. Вот такие вот. Конечно, у меня на сайте значительно больше этих следов, там около 500, в общем, со всей экспедиции я нашел, даже больше 500. Вот здесь я только показываю некоторые. И оказалось, что Европа очень хорошо кто-то наследил, причем местами и цепочки следов видны, и видны отдельные участки просто буквально исхожены. Это вот первые у меня следы, которые по размеру, ну, близки к человеческим, потому что еще два раздела у меня там другие следы будут. Ну, не знаю, надеюсь, видно, вот каблук, подошва. Не все современные, не все современные следы, когда смотришь их в глине, в снегу, видны четко, иногда контуры их расплываются, поэтому вот находить такие совершенно четкие следы, это их, ну, процентов 15-10-15, конечно, основная часть несколько расплылись, но все равно они сохраняют контур человеческой ноги и достаточно уверенно выделяются. Причем подавляющее большинство следов в обуви. Есть следы босых ног, но большая часть это в обуви, то есть есть и женские какие-то сапожки, и мужские ботинки или сапоги, уж не знаю, что было в то время. Вот два следа кто-то вот стоял вот здесь вот так, пятки соединив практически. Вот один, вот второй. Ну вот тут вот, не знаю, вот он, без сопоставления ноги, но вот этот след, мышка я показал. Находится в песчаниках, в гравелитах, в конгломератах красноцветных, часто очень, в известняках на Мальте, например, очень много, но известняки это очень такие мелководные отложения, которые чаще все перемытые, калькорениты так называются, которые за счет разрушения известняков образовывались в прибрежных континентальных условиях. Вот иногда встречаются прям под следами вот такие вот ракушки, и бывало видно, что даже наступали на них. Вот опять подошва, каблук, подошва. Довольно часто следы разрушены там уже, и оторваны от них куски. Но я старался такие места сейчас не показывать, что более такие характерные, но то есть все говорит о том, что это действительно очень древние отпечатки. Все, это уже по кругу пошло. Ну вот сейчас, наверное, самый интересный будет момент, это вот цепочки ног. Смотрите, вот такие вот тропинки мы находили. Может, я когда-то и показывал раньше. Вот такие тропинки, и по тропинкам, вот как прям по снегу посмотришь, или по глине, по какой-то, по грунтовой дороге, вот такие вот проходят люди. Часто очень в снегу хорошо видно, по свежую, по шуму. Вот идет тропинка и отпечатки отдельных ног. Вот таких тропинок очень много я видел, совершенно в разных местах Европы. Вот идет дорога в Саране, Италия, и вот кто-то по ней шел с такими вытянутыми следами, размазывая грязь. Вот, скользил на грязи, видно хорошо, все это запечатлено. Ну, достаточно часто и видны конкретные, отдельные следы, как здесь вот на Мальте. Сицилия, Некрополь, Панталийка, отдельные следы хорошо видны. Вот тут, я не могу сказать, что это отпечатки именно людей, но вот такие поверхности выравнивания, это неогеновые поверхности выравнивания, такие поверхности выравнивания очень широко развиты. Они буквально паханы следами животных, следами каких-то существ, находятся явно среди них периодические следы людей. То есть, очень хорошо, вот это неогеновые поверхности выравнивания, это то, что в неогене была суша. И они известны и полиогеновые, и меловые, и юрские поверхности выравнивания. Именно в них находятся следы динозавров, следы животных вымерших. То есть, суша, которая каким-то чудесным образом за счет консервации своей была сохранена, и потом в результате размыва от вышележащих отложений, она снова вышла на поверхность. Вот такие вот, буквально перепаханные следами каких-то существ, где встречается, это на острове Павиньяна, в частности. Вот идут опять следы, длинные следы человека, человека или человекоподобного какого-то существа. Вот они, цепочки, а это колея. Вот смотрите, колея, где проехала, вот с другой стороны другая колея, парное средство, и очень часто, я говорю, они сопровождают колеи. Ездили в какие-то автотранспортные средства, автомобили в тот период, рядом с них ходили то ли люди, то ли какие-то существа. Вот, опять возле колеи. Вот, а это прямо в колее. Вот на Мальте в этом году я снял, в экспедиции был в октябре. Вот прямо по колее шли, видимо, грязь кругом была, и колея немножко придавила грунт, и по ней легче было ходить, и такое я вижу очень часто. Вот опять. Вот опять по колее следы идут. Ну вот опять кто-то толпился здесь, и подошва, и ступня, все, и тут целый ряд человеческих ног. Вот опять идут парные колея, и среди них куча каких-то следов, среди них выделяются явно человеческие следы. Так, ну я не буду уже переворачивать, а можно перевернуть, кстати. Вот, некрополь Панталика. Вот видны явно следы прям хорошо здесь отпечатаны человекоподобных. Вот. Не могу сказать, что человека в данном случае, ну явно либо человека, либо примата в данном случае. Ну когда в обуви, то ясно, какие-то древние люди. Ну вот опять все, это я уже повторяю. Сейчас следующее. Вот, помимо людей, не так много, не такой большой у меня материал, чтобы было возможности на вопросы ответить. Вот отпечатки тех существ, которые я назвал хоббиты. Смотрите, каблучок, подошва и размер 20-22. И вот характерно, что такие следы чаще всего мы находили там, где жилище. Естественно, археология официально называет это некрополи, но мы выделили жилище хоббит. Очень похоже на то, что показан в фильме «Хоббит», «Властелин колец», вырытое в землях небольшие двухкомнатные, как правило, жилища, куда можно проникнуть у человека, но только согнувшись. Но рассчитан на существ, которые 80-100 метров высотой. Вот. И там, как говорится, ни захоронения, ни могилы, ни какие-то саркофаги, а там полки сделаны, какие-то сиденья. Явно, что это кто-то жил там. Вот эти вот маленькие существа, и возле них такие следы находятся. Вот, смотрите, какой маленький. Можно было бы подумать, что это детский след, если бы они не находились возле этих жилищ, как мы считаем хоббитов. Их там много. И в Испании, и в Италии мы видели, и на Мальте таких жилищ. Они есть и многоярусные, есть просто их под землей вырытые. Так, это, по-моему, я начал повторяться. Ну и вот последняя группа следов, это которые называю великаны или тролли. Вот смотрите, они уже в два-полтора, в два раза больше следов людей, причем среди них выделяются отдельные явно в обуви, но большая часть босоногих. Так что вот то, что я показываю, фильм «Властелин колец», «Хоббит», как я много раз и говорил, и писал в статьях, что это реальный мир неогенного периода, и вот мы реконструируем, что события в нем разворачивались в среднем, позднем миоцене, где-то между 15 и 5 миллионов лет назад. Это реальный такой мир, который вся Европа буквально имеет и останки руин тех городов того времени, и подземных городов, и скальных, и мегалитических, и остатки огромного количества автомобилей, которые, кстати, в этих фильмах не показаны, на которых ездили между этими городами, потому что все дороги, они ведут между городами, как правило, вот этими разрушенными. Или просто хаос колей идет, как, например, мы часто видим на Мальте или в Турции, или чаще всего дороги, как в Испании, в Италии, в Крыму мы видим. Вот, и среди, и вот последнее звено, которое я сейчас стал в большей части выделять, это еще следы, которые показывают, что жили и люди, и хоббиты, и тролли какие-то. Вот я боюсь, что мог я забыть сейчас взять, поскольку сокращал очень материалы, еще те, которые назвал орки и гоблины. Не знаю, может сейчас окажется, но очень боюсь, что я их мог забыть. А вот, видно, что босая здесь ступня, потому что там отпечатки босоногих ног, пальцы хорошо видны, пятипалые, а есть и трехпалые. Да, ну, наверное, все. Боюсь, вот эти вот я, к сожалению, орков и гоблинов сокращал, что положится в тему, боюсь, я забыл. Но у меня на сайте это все можно посмотреть. Есть и пятипалые ступни, очень хорошо выраженные, не как человеческие. Есть и трехпалые, явно какие-то змеи-люди, что ли, прямоходячие ходили или что-то, с тремя пальцами, с когтями. Вот, ну, почему-то мне казалось, что они здесь есть. Ну, вот оказалось, что... Ну, там буквально с десяток таких следов. Ладно, это можно на сайте тогда посмотреть. Вопрос уже можно задать? Да, вопрос, я все уже... Скажите, пожалуйста, у меня вопрос... Две минуты. Да, у меня вопрос, он как бы из двух частей состоит. Первая часть – это, каков объективный механизм датирования? То есть, каким образом вы определяете эти 26 миллионов или 5 миллионов? Это первая часть вопроса. А вторая часть вопроса – как сохраняются эти следы столько миллионов лет, что вы можете утверждать, что это именно... Понятно, понятно. Я на два вопроса вам хорошо высказали, они очень важные, попытаюсь ответить. Первое, что и Испания, и Мальта, и Италия покрыты геологической съемкой от 1,25-тысячного масштаба до 1,50-тысячного масштаба. Испания и Мальта карты совершенно открыты, я их все перед поездкой скачиваю, смотрю. Вот. И все породы очень хорошо датированы, где следы находятся, и можно перед поездкой посмотреть, после поездки. В Италии, в Турции там посложнее, потому что они в закрытом доступе, но их можно всегда посмотреть на сайте и тоже посмотреть, где находятся следы. Вот. Такие следы, естественно, они не могли быть оставлены в твердой породе. Они были оставлены, когда порода представляла собой известковистый, глинистый осадок, вот такой грунт обычный. Это как раз и говорит возраст породы, когда она образовалась. То есть, если порода датируется, например, 15 миллионов лет, значит, вот 15 миллионов лет она была в рыхлом состоянии, а потом начался процесс литификации и так далее. Поэтому мы можем уверенно говорить, что именно следы, когда оставались в осадке, они датируются возрастом породы. Это первый вопрос. Второй вопрос, как сохранились? Как сохранились вот следы динозавров? Я в Испании в этом мае на четырех полях следов динозавров был. Возраст 120-140 миллионов лет. Кстати, это я могу сделать отдельные доклады. Мы тоже среди них нашли парные клей автомобилей, среди них следы людей вместе со следами динозавров. Эта тема может быть отдельного доклада. Вот. Такие поверхности. Есть и триосовые выравнивания, и юрские поверхности выравнивания. Они сохраняются. Вот смотрите, например, прошли, ну, река Истра мне нравится. Вот там иногда часто едут автомобили, когда после дождей видны очень вот эти колеи, которые в глине остаются, следы, когда люди идут, видны. Потом все это высыхает, солнце сделано, все высохло. Стали, они еще не окаменели, но они уже высохли. Они засохли, они хорошо, по ним можно ходить, крошить их. А потом пошло наводнение, или песчаная буря, или какое-то наводнение с осадком, или болото над ним образовалось, перекрылись глинистыми какими-то отложениями. Все это дальше окаменело. И сохранились так. Вот эта поверхность выравнивания древняя сохранилась. И через 50 миллионов лет началось разрушение. И вот эта вот древняя поверхность выравнивания, когда высшие глинистые отложения более высокие были размыты, она, как окаменевшая, вышла на поверхность. Вот так вот сохраняется. Спасибо.